Всем привет, ребят! С вами Саня. Как вы видите, много чего тут преобразилось у меня в кабинете, в моем офисе. Давно меня не было, пару недель были обстоятельства. Во-первых, надо было сделать ремонт, во-вторых, надо было сделать кое-какие процедуры. По здоровьицу. Короче, добавив ко всему, я еще приболел. Ну, не коронавирус, все в порядке, все нормально. В общем, короче, видите, что это за штука? Недаромо название есть. 3080 нам не нужен. Конечно, нам не нужен, когда есть вот такие вот экземпляры, и совсем не задорого. Короче, такой экземпляр, если кто еще не понял, это Asus ROG Strix 1080Ti, топ 2017 года. Когда-то за эту карту у вас на улице бы, если бы увидели вас днем, идущим с этой картой в руках, Вы бы больше никуда не пошли. Точнее, может быть, и пошли бы, но без карты. Потому что когда-то, в 2017 году, она стоила почти 1000 баксов. А сейчас, можете сами посмотреть по объявкам, она стоит там 800 рублей. Ну, кто-то и за 1500 удается продавать ее. Короче, а самый прикол, давайте я покажу вам потом в конце видео. Мы уже, когда все подключим, когда это все заработает, когда вы увидите, какая она все-таки охеренная. Я вам покажу, сколько стоят новые. И вы просто удивитесь, кто вообще взравом уме. Они стоят новые, я вам намекну. Нормально, короче. В несколько раз дороже, чем вот это вот. Причем в несколько, в несколько. Увидите. Короче, непосредственно, что мы имеем? 11-гиговая. 1080Ti, ну, как бы других не бывало. Просто это вот именно характеристика топов, то есть, все эти вот 80-е именно Ti, только они обладают 11-ми гигами. 20-80Ti, 10-80Ti. Вот. Ну, как бы, хорошо это или плохо? Конечно же, хорошо. Чем больше памяти, тем лучше. Ну, как бы, ну, это не основная характеристика видеокарты, далеко не основная. То есть, как бы, ну, об этом, я думаю, все догадываются, что 6-гиговая карта могут превосходить по возможности 8-гиговая. Но, я думаю, есть такие случаи, да. Ну, это, как бы, так, я особо не готовил пример. Ну, в общем, скажем так, что давайте не будем дальше размусоливаться. Давайте распаковывать. Нам еще ее в системник ставить. А вот же помощник подоспел. Помаши лапой. Помаши лапой. На рты. Короче, погнали. Распакуем ее. Так, ребятушки, коробка у нас немножко надорвана. Ну, это же не в чем не говорит. Приступим к распаковке. Вот у меня помощник даже есть. Очень даже неплохо помогает. Вот, уже коробку там подслюнявливаю, чтобы легче открывать было. Короче, по поводу майнинга, да. В эти карты пришлись на бум сам майнинга. 2017 год, когда курс биткоина стал на 20 косых. Вот такая вот красивенная коробка. Так, эту уже можно... Так, это надо же, по фаншую. Стрих. Написано стрих. Распаковываем. Тут Asus. Такая вот коробочка. Тут все документы. Я так понимаю, ее даже никто не распаковывал. Короче, вот тут диск. Туда-сюда. Republic of Gaming. Короче, все красиво. Все класс. Единственное, она же обладает там подсветкой какой-то сверх красивой. Так, как это было. Так, блин, распаковываю как новую. На самом деле карте 2,5 года. Ну, у меня еще ведь есть. Короче, вот. 1800 рублей она когда-то стоила. Если это видно. Белорусским. Это 900 долларов в какое-то время. Короче, тут гарантия еще. Я не знаю, где тут указано будет. Так, 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 так. Ну, короче, блин. Хрен его знает, где тут написано. Вроде как у нее еще полгода гарантии. Ладно, это все. Это же херня. И вот непосредственно сама она картина. Слофания не видно. Давайте достанем вот эту клапочку. Чтобы было с чем сравнить. Ну, она такая, она вес, я вам скажу честно. Имеет вес. Там бэкплейт еще сзади. Короче, карточка. Огонь. Красавица. Смотрите, как она здоровая. Так у меня лапа не маленькая. Такая карточка. С чем сравнить. Вот, например, пульт от Соньки. Я вам сейчас потом покажу фотку. Ставлю сейчас промежуточную. С моей 1070 Ti промежуточной. Ой, про промежуточную говорю. Предыдущей. Вот, короче, такая вот она громадина. Тут еще все заглушки. То есть, готовилось все красиво, чтобы было. На PCI о самом заглушке. Такая толстенький бутербродик такой. Она увечистая, реально. Ну, короче, я ее смотрел в тестах, да. Она показывала там результаты, ну, вообще неплохие. То есть, она выше 40 градусов особо... Так, не, каких 40, я говорю. 64 градуса, по-моему. Так, мне еще подарили нагрузку Republic of Gaming стяжечки. Короче, ребята, вот в таком состоянии после ремонта, после всего я его пытался, накрывал, закрывал. Короче, вот такие вот, наверное, видно, короче, все в пыли. Я это все почищу. Я вот, как думаю, может вам не показывать весь процесс этой всего, то, что будет происходить. Вот он, красавец, лапоть. Я думаю, короче, я все это сделаю сейчас, закадрили его. Потом вам уже покажу готовый результат. Потому что у меня там еще винчастер подшумливает. Я, короче, туда хочу подложки от ламината положить, пластинку. Потому что там один винт, короче, что прогнул. Ну, короче, блин, есть нюансы. В общем, мое, короче, вас уже, короче, наверное, нагнуло. Ваши слуховые индикаторы. Короче, блин. Все, увидимся, когда будет все готово. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, ребят, колхоз полный. Но, блин, я поясню, зачем это все нужно было. Винчестеры, короче, с этой стороны получается сорванная резьба в одном. Ячейки в одной. И, как бы, они прикручиваются только оттуда. Можно снять морду, прикрутить отсюда. Но, сами понимаете, это мудно, долго и этот. И поэтому на одном болте он не может нормально держаться. Болте, болту, как бы, похуй. И они, этот, не особый тут культуролог. Ни русские язык учим. Короче, смысл в том, что я прикрутил, эти уголки подпер. И, по сути, он перестал уже люфтить. И, как бы, ну, это же амортизирующий материал. Это обычная подкладка трехмиллиметровая. Это под ламинат, который ложится под напольное покрытие. Короче, с этой стороны все готово. Давайте подключать видяху. Ну что, ребятушки, снимаем заглушку с PCI. Все классно, все четко. Кот приперся помогать. Фу, так, ладно, все, хорошо, хватит ее изучать. Сейчас посмотрим, как она зайдет на место. И заходит она, как родная, сюда. Все, лапость этот сел. Осталось его прикрутить. Ну, смотрите, она заняла, как бы, такое достойное тут место. Корпус у меня хорошо охлаждается. Он проветривается неплохо. Так, я забыл выключить музыку на теле. И это может привести к печальным последствиям. Она все время отыграла. Будем надеяться, что никто нам со стороны Ютуба не предъявит, да? Так, возможно, лучше не в этот. А сюда, одиннадцать, крутить. Вот сюда. Странно, болтик даже не упал. По-моему, это не я собираю здесь. Как-то нелогично, что ли. Ну что, вот такая вот монстра. Хорошо, что блок питания у нас ушел вниз в этом корпусе. Так бы, ни хера бы у нас не получилось. Так, места достаточно. Короче, ребят, все, наконец-то. Я там все провел, оккультурил. Просто сидел, это уже делается один раз. И качественно, на чем, блин, наскорять, что-то кидать туда-сюда. Знаете, как я настолько ленивый человек, что второй раз не делаю. Ну, это не то, чтобы там, как бы, лень. Так, эти пины, блин, еще. Вот так. Тут же два по восемь до питания. И поэтому, поэтому, собственно говоря, вот так. Раз. Сейчас второе запихуем. Видос, наверное, долгий получился. Ну, блин, не каждый день я их покупаю. Не каждый день они у меня появляются эти. Так, блин, тут все красиво. Да не очень. Сейчас сегодня, короче, поколдую. И вы увидите конечный результат все-таки. Как вы видите, ребят, все заработало. Все красиво, все светится. Более-менее, как бы, тут заколхозилось. Туда-сюда можете писать свои комментарии, кто бы предложил какие-то другие варианты. Но я подумал, что по поводу винчестера так будет лучше всего. Проводка более-менее разведена. Тут красиво сейчас красная подсветка. У меня, как раз, кулер также светится. Это Аурусовская. Это вся моя движуха. Это от гигабайта. Тоже хер с ним. Тут вообще можно RGB настроить. Ну, по-моему, эту Asus видюху. Но я думаю, зачем? Если она так сливается с кулером, прикольно. Ну, можно, в принципе, переливы RGB-шные сделать, чтобы она все время меняла свет. Но, на херня, я могу вам показать, где это все будет стоять. Комп, короче, ребят, все равно вот этот вот переместится. Вот сюда. Тут сейчас это все дело протру. Все дело подключу. И получается, по сути, как бы, особо тут не видно. Но я могу повернуть голову. Тут пару сантиметров только торчит только компания. Ну, блин, такое себе. Подсветки как бы плюс-минус. Ну, в общем, это все красиво. Давайте паковать. Пока, конечно, ни разрешения, ни дров, ничего нет. Это все настрою. И перейду уже за компьютер. И тем более садится камера. Осталось 20 секунд. Короче, все, ребята. За ком переходим. Итак, ребят, короче, все нормально. Все настроено. Драйвера установлены. Я уже начал даже частично монтировать видео. Это, как раз вы смотрите видео, которое я уже монтирую. Да, такие вот бывают чудеса электроники. Сейчас посмотрим. Я еще там с этим MSI автобернером пока лупаюсь немножко. Возможно, уже все нормально. Видео получилось очень длинным. Поэтому давайте сейчас по-быстрому, как он и зайдем в Ведьмака. Посмотрим, все или стабильно работает. Для вас это будет одна секунда. Я тут покатаю полчасика, посмотрю, чтобы температура, и все было нормально. В общем, погнали, Ведьмака. Короче, вот такая вот ситуация. 60 фпс, а походу синхронизация стоит. Я вроде отключал, но как бы ладно. Не в этом дело. Видюха тут местами вот 82%, 85% нагружается. Стоит 2к разрешение. Давайте перейдем к настройкам. Мы видим, посмотрим, красотища какая. Лепота. Короче. Все работает. 65 градусов так и держится. Чуть-чуть вентилятор потом начинает крутиться там туда-сюда. Но они крутятся. Так, блин. Вот настройки. Но они крутятся. Больше 40% не крутятся. То есть, смотрите, тут получаются настройки. Полностью все выкручены в 2к, туда-сюда. Все запредельное. Hairworks даже включены там в максимальной сложности. И еще пресет ультра HD. То есть, тут еще текстурки необычные даже. И карточка спокойно справляется. Особо не греется. 66 градусов. То есть, нормальная тема. И вентили крутятся только на 40%. То есть, блин, ну вот 38. И она даже очень в редких моментах доходит до, блин, до загрузки в 95%. То есть, блин, для 2к это вообще в наше время выше крыши. Так что можно подвести какой итог? Что не нужен нам 3080. Вот эти вот карточки. Я говорю, советую свое внимание обратить тем, кто хотел себе поменять карту. Потому что, блин, это космические цены. Давайте сейчас перейдем к цене. Вот 99% загружена сейчас в дюк. Не знаю, почему. Я же стоял бы. Вот. И 67 градусов. То есть, нормально. 66. И вот 39. 40% кулера крутится. FPS. Он стабильно держит 60. То есть, все класс. 60 FPS. 2к она вывозит. Только, конечно, имеет такую долю поперек. Короче, со всеми включенными текстурами. Hairworks. Ладно, не буду затягивать. Давайте перейдем все-таки на сайт. Где продаются всякие видеокарты. И подведем итог. То есть, стоит ли. Попчинка-выделки. Погнали. Итак, что ж. Хотелось бы подвести итоги всего этого нашего мероприятия. Короче, как я обещал, к концу видео смотрите, за сколько можно купить новую MSI. Это просто... К вам, к примеру, вот курс доллара в белорусских. Разделить на 2.57-58. Ну, короче, это, блин, больше косаря. Полтора косаря хотят за вот эту вот карту. Долларами. Блин, а давайте, к примеру, посмотрим. Ну, вот, бушку хотя за 1800 тоже, блин, тут, я не знаю, кто ее, когда в жизни купит. Смотрите, какие цены. Это у нас в Беларуси. А можно найти еще дешевле. 850 рублей. Она стопудово была в майнинге, потому что это самая дешманская сборка, короче, туда-сюда. Ну, вот, можно такую вот купить еще. Ну, короче, вот смотрите, вот за 1800 человек, он никогда в жизни не продаст. Тем более референс, ну, блин, ну, свет турбины мается, короче, глупые люди существуют все-таки. Так, ну, давайте посмотрим, за это что аналоги, какие можно купить. Вообще, за эти деньги мы смотреть не будем. Давайте посмотрим, 2080 супер. Это плюс-минус то же самое, потому что 1080 Ti, вот это, она мощнее, чем 2070 супер. Самый дешман, то, что можно купить 2080 супер, это 1922 рубля. То есть, в два раза как минимум дороже, чем вот эта вот карта. Она дает, иногда они идут вровень, иногда 15-20%, не более 20% выигрыша дает, ну, производительности. Да, согласен, 20% для видюхи это много, мощно, то есть, туда-сюда. Но, блин, я вас умоляю, вы только что видели Ведьмака, он идет, как бы, да, это не показатель, там, это игра 15-го года. Ну, на самом деле, со включенными всеми текстурами, это та еще прожора, а она требовательно неплохо. То есть, она, блин, эта видюха за свои деньги, она вдоль и поперек обходит 5700 этих XT. То есть, блин, я настоятельно рекомендую, если вы хотели бы подобновиться, то сейчас самое время. То есть, потому что сейчас ситуация такая нестабильная в экономическом плане. Вот, и я думаю, за национальную валюту, как бы, есть смысл покупать. Потому что, потому что, потому что, вы знаете потом, не буду говорить лично, потому что, мало ли, я окажусь неправ. Но, скорее всего, что я окажусь прав. В общем, не будем разводить политику. Я рекомендую настоятельно задуматься о покупке 1080Ti, именно топового исполнения, такого, как Asus, Rock Strix, конкретно в данный момент. Там много было разных таких, вот именно топовый сегмент, потому что вряд ли их использовали в майнинге. Потому что покупать карты самые дорогие и ставить их в ферму куда-то в подвал, ну, это глупо. Лучше покупать вот таких вот MSI, вот таких вот, и наставить их в целый подвал. Это 100% от майнинга, ну, это вот, 100%. Ну, даже вот майнил, но немного, ну, конечно, немного, годик-полтора. Короче, в общем, буду я на этом заканчивать. Всем спасибо за внимание, очень длинный получился видос, но все-таки за все те две недели, которые я отсутствовал, я отчитался. Далее планирую выпускать видео как минимум два раза в неделю, потому что еще изучаю параллельное программирование. Ну, ремонт уже все закончил, так что времени будет больше. В общем, всем удачи, всем спасибо за внимание, пока!